Об Украине говорили сегодня и в Соединенных Штатах. Ситуация в нашей стране и сирийский вопрос. Это две главные темы переговоров в Вашингтоне. Госсекретарь Тилерсон и президент Трамп принимают российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. В самом сердце госдепа, тритерум, знаменитой комнате соглашений, пресса с 7 утра готовит технику. Расставляет камеры и свет. Хоть заявление не планируется, налаживают и микрофоны, рассчитывая, что дипломаты скажут хоть что-нибудь. Ведь помимо самого факта встречи, подробности ее не ясны. И даже тема диалога, о чем Тилерсон и Лавров говорить сейчас будут, вызывает разногласия. Тут в госдепе накануне заявили, что планировали говорить и о Сирии, и об Украине. А вот в Москве обсуждать ситуацию в нашей стране и на Донбассе в принципе не собирались в ходе этого визита. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сказала мне сегодня, что министр Лавров готовился к разговору о Сирии и только. Он даже в составе делегации взял с собой представителей российского Минобороны и военных специалистов, но не экспертов по Украине. Мол, если разговор зайдет, то, конечно же, он в материале. Но российская сторона настаивала, что разговор должен быть только о Сирии. Из-за этого становится понятным. Кремль все-таки хотел бы обсуждать сотрудничество с Белым домом по Сирии в отрыве от Украины. А в Госдепе готовят для Рекса Тилерсона тезисы к этой встрече наоборот. Настаивали, чтобы украинский вопрос тоже стоял в повестке дня. Оба министра выходят в прессе. Короткое рукопожатие. И столь же короткое вступительное заявление Тилерсона. Мы сможем продолжить наш диалог и обмен мнениями, начатые в Москве, где мы обсудили широкий круг вопросов. Ну а дальше длительный разговор за закрытыми дверями. В расписании госсекретаря для этого было отведено 30 минут, но беседа, видимо, была непростой, раз оба министра совещались свыше полутора часов. Лавров покинул здание с каменным лицом, по выражению которого невозможно было понять, как прошли переговоры. И из Госдепа отправился в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом. Официального заявления Госдепа по итогам этих переговоров Рекса Тилерсона пока нет. А вот неофициально мне здесь подтвердили, что речь была далеко не только о Сирии. И, разумеется, затрагивали и Украину в контексте вопросов безопасности и в контексте того, как остановить военные действия на востоке страны. Переговоры президента Трампа с Лавровым первый после избрания официальный контакт действующего главы Соединенных Штатов с представителем России. И по информации журналистов из пула Белого дома, для президента к этим переговорам, конечно же, готовили тезисы. Но как он поведет беседу, даже его ближайшие советники не догадываются. Ведь Трамп сам выстраивает и линию разговора, и выбирает темы. Понятно, что за этими переговорами очень внимательно следит официальный Киев. Глава украинского МИДа Павел Климкин сейчас в Вашингтоне и даже прибыл в Госдеп для своих встреч. В тот самый момент, когда Тилерсон еще беседовал тут с Лавровым. Две делегации чуть на крыльце не пересеклись. Благо, что по времени разминулись. Ряд американских сенаторов призвал Дональда Трампа встретиться с Петром Порошенко. Обязательно до того, как пройдет его встреча с Путиным. В знак поддержки. И украинский дипломат сказал в Вашингтоне, что приезд сюда украинского президента действительно готовится. Но пока он на стадии согласования. Для нас очень важно, по-перше, понять, какими будут результаты этого визита. Другий момент, для нас очень важно достигнуть таких результатов, которые однозначно створили бы реальную динамику. Поэтому нам сейчас нужно договориться, каким образом американская сторона будет продолжать свой тиск. И каким образом будет происходить координация с нормандским форматом. Вот за этим, конечно, будем уже разговаривать про часовые рамки. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.